Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Лолгравити, и как вы уже догадались по названию ролика, сегодня у нас прохождение Сталкера. Чтобы вы понимали, я в него никогда не играл. Очень давно, лет 10 назад, прочитал несколько книг, и на этом всё. А со вселенной в формате игры я вообще никогда не знакомился, даже не смотрел ни летсплей, ни стримы, ни какие-то обзоры и так далее. То есть, для меня это абсолютно незнакомая вселенная в формате игры, и также напомню, что по-прежнему основной тематикой моего канала являются мобильные игры. Но сегодня вот по некоторым причинам, с сегодняшнего дня, начинается летсплей Сталкера. Именно Тень Чернобыля, вроде как, это считается лучшей частью. Ну что ж, вроде как, все настройки я настроил. Ну, пускай я буду Сталкером, мы же играем Сталкера. Да и в целом, в играх чаще всего я выбираю среднюю сложность, потому что... Не хочу, чтобы было слишком напряжно, чтобы не проходить какие-то моменты по многу раз, и слишком легко, тоже неинтересно. Оу. Очень даже неплохо, кстати, для 2000, кажется, седьмой год. Это ИЗИЛ. Так, кажется, это ИЗИЛ. Слушайте, ну... Для 2007 года... Для 2007 года... Для СНГ-шной игры выглядит очень даже неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, что молния, которая ударила, это была не просто молния. О, а этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Я так понимаю, вот этот чел, которого сейчас... Другой чел, который его понес. В общем, тот, который... Который живой. Этот самый... Как же его там зовут? Меченый. Это единственное, что я знаю про сталкера. А, ну и то, что все происходит на территории Чернобыля. Давай его сюда. Когда же были смартфоны? За эту фигню я дам тебе... И это значит, что это какой-то непростой чел? Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прыснется. А по твоей теме постарайся разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Окей, бро. Подходи, я не кусаюсь. Да, без проблем, чувак. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Так, ну... Еще раз повторю, что в сталкер я вообще никогда не играл. Понятия вообще не имею. Вообще никакого понятия не имею. Что и как здесь делать. Так что... Как с ручками? Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения. Так, нет, ну это и так понятно. Это слишком как-то очевидно. Есть дело меченое. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. А, это типа мое первое задание. Угу. У меня 40 рублей. Водка производится с компанией GST. Хорошо пьется. Заметно снижает воздействие радиации. Однако злоупотреблять ей не следует. Ну, так как я... А, 200 рублей стоит. А мне всего лишь 40. Блин, не получится купить водку. Вот так хотелось. Короче... Неизвестно, кто надеется перебатонной территории, зоны. Однако этот хлеб не заражен и вполне съедобен. На всяком случае, никто из сталкеров пока не жаловался. Я так понимаю, здесь есть фактор голода. Наверное, жажды. Ну, по-любому радиоактивного заражения. Так... Как купить-то, блин? А, все, типа я купил. Неплохо. Хороший товар. А, все, я понял. Вот так бы всегда. Так, окей. Так, ну что поярче сделать немного. Так, ну что ж, идем. Ну, проветришься, заходи. Окей, чел. То есть, у меня сразу по дефолту есть бинокль. Ну, уже неплохо. Пушки, по-моему, помогут вам забраться не соки в колен не успел. Ну, короче, понятное дело. То, чтобы присесть, нажмите Ctrl. Ctrl Shift. То есть, есть низко. Ок. В некоторых случаях, скорее, не может спасти вам жизнь. Нажимайте при... Что это за клавиша? Кей, икс. А, все. Ну, типа икс. Это типа бегать. Окей. Здорово, чел. У тебя старший наш хотел видеть, но это не значит, что тебе здесь радует. Приходи. А, проходи и задерживайся. А тут можно с любыми, что ли, торговаться? Ну, так как я понимаю, что мы уже на зоне, и это уже некая территория Чернобыля. Просто я вообще не знаком с лором, очень условно. А книги, которые я читал, это было, ну, очень давно. Подходи, пообщаемся. Давай, пообщаемся. Помогите. Гоша суровый, одиночка. Кто-то из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну, то же самое. Что ты разорал? А он к ним. Пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста. А, вот кто говорит. Они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются. Хех, пацаны, ты гляди. Как тут, так сразу. Пацаны, выручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрилы. Класс. Так не смешно же. Да нет, смешно. Не, ну, мне, во всяком случае, первый раз смешно. Я же все эти истории не слышал. Так, ну, я хочу тут походить, посмотреть, что тут вообще есть. Интересно, это я, типа, украл или просто взял? Надеюсь, я не стану после этого ко мне враждебными. Кусок бы мяса такой. Он вроде ничего. Ну, что такое, знаете, прям свертела. Скворчащий, сочный. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер оживается. Сталкер ему, пошел вон отсюда покатал. Контролер обиделся. Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха сто лет. А сталкер свое гнет. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь. А вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. А понове ничего нету. Ладно, попозже послушаем все эти истории. Я еще знаю, что любители сталкера, они очень романтизируют все эти истории. Что вот, мол, сидишь возле костра, слушаешь все вот эти вот байки сталкерские. Так, ну, дома тут, походу, пустые и ничего тут особенного нет. О, что это было? Что это пикало? А что это за число? Вверху, сверху. Вверху. Слева. Так. Покупить с волком. Кто из них волк? Это не волк. Герман Бурбон. Блин, странно, что на X это же не очень удобно. На Shift же лучше сделать управление. Ну вот, так же удобнее. Так, это... А, вот, волк. Привет, мне уже Шустрый, не подскажешь, где его найти. С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали, и Шустрый увели с собой. Он только не успел, что... Вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? Обывалый, как замопит радостный. Меня чуть-чуть отвлекают эти истории. О, я же говорил, брешут, брешут, что... Ты ему про аномалии. Он тебе про хабар. Да. Да-да-да-да-да, вот. Вот эта вот культовая фраза. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП за дорогой. Помнишь, Вася? Ну, того, который еще... Вы своих плен не позволяете, не подружески. Как-то, или слабо. Эх, врезать тебе до толку. Не так все просто. Где у меня мало, да и те сплошняком новички. Не могу и рисковать. Если мы этот лагерь потеряемся... Всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам-то что? Если не струсишь от помощи, не откажусь. Негордый. Так как поможешь... Так как поможешь с бандюками разобраться? Предлагаешь в одиночку? Да нет, так ты фиг справишься. Разведчики мои бойцы, что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Я попробую. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, улог присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Так, а где у меня вообще оружие? Оружие убрал. Без проблем. Ааа, так оно у меня даже есть. Так, у меня всего лишь пистолет и нож. Получается так. О, это фонарик. А вот и коммуникатор. Так, основная задача убить стрелка. Кто это такой? Так, ну сначала нам нужно идти к этим челам. А бинокль? Ааа, это аномалия. Я так понимаю, к ней лучше просто так не подходить. Ааа, это какой-то датчик. Все понятно. Понял. Ааа, это просто трупы? Спасите! Дай аптечку! Пожалуйста! Ты как, живой? Пока, да, кровь в плечи. Аптечку дай, а? Спасибо, мещины. Я вижу, ты нормальный мужик. Ага. В лагере обязательно передать, что ты мне помог. Ага, без проблем, чувак. Когда игроком это помогает, то улучшается отношение сталкера к нему и репутация персонажа в целом. Если у вас хорошая репутация, то торговцы будут продавать вам товары со скидкой. Не успел дальше прочитать, но я думаю, что это не так важно. Ааа, наверное, к этим собакам лучше не соваться. Ну, блин, надо попробовать. Вдруг они не злые? Да вроде нет. А, нет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет. Блин, а чё они такие живучие? А, всё, типа он испугался. О, это... А, бинт. Ну, пригодится. Там ещё собаки. А, ааа. Что за крики обезьяны? Что это? Ладно, я полагаю, что сюда лучше не соваться. А, кстати, вот я вообще не знаю, аномалии, они статичны или они могут как-то перемещаться? То есть, допустим, я вот здесь стою, и она такая баха ко мне подползает. Если вы играли в сталкеры и в курсе, то напишите обязательно в комментариях. Так, а, да. Нам нужно вон туда, к этим челам. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Угу, слушаю. Да, сколько бандитов в лагере. И человек 7-8, двое в районе ворот, двое в правом здании у костра. Двое в здании слева, там и Шустрова держат. По двору ещё временами кто-то шляется. А так вроде всё. Ну что, начнём... Начнём, помолясь. Начнём. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперёд, геройствовать! Блин, да. Честно говоря, очень даже неплохо выглядит для... Не только геймплейный ролик, а сама игра. Учитывая, что это игра сделана в СНГ в 2007 году. Мне реально нравится, как она выглядит. И это не ремастер. То есть тут не какие-то там... Улучшенные текстуры. Неплохая трава. Неплохая анимация движения людей. Собак тех же. И... Так. Я понял. Всё, ты друг! Я ранен, твою мать! Держи от меня! Приложил! Приложил его! Ой-ой-ой! Хедшот. Мне показалось, или там кто-то был? А чё, нет ход кейсов для того, чтобы всё взять? О! О! Обрез! Ааа! Как взять обрез? Так. Это свой щёл? Маши поели! Нет, я свой. Ой, как-то это немножко... Забавно. Вот это вот... Россиянский говор. А, а. Мне, походу, нужно... Мне нужна аптечка. Так, а есть ход кейсы для... Для аптечки? Блядь. О! О! Второй этаж. А, хп постепенно сама восстанавливается или нет? А что тогда, кстати, синее? Это типа ментальное здоровье? Так, где? Где? А как лечиться? Блин, как лечиться-то быстро? А, вот бинт. Или это... Или тут не работает, так что типичная аптечка. Это именно остановка кровотечения. Я убью тебя, убью тебя! Так. А что, а все, что ли? А где все-то, блин? А, припадание присонаружи, есть вероятность, что у него начнется... Кровотечение, кровотечение, постоянные потери здоровья, чем более серьезное кровотечение... Ой! Ой! Так это же у меня кровотечение! Блин! А как ее использовать-то? А! Все, это вполне стандартно. Понял. Слушай, мне нужна флешка... Нуж... Слушай, мне нужна флешка, нужна, которую ты нес торговцу. Она при тебе. Есть такое дело, эти олухи обыскать толком не умеют. А, ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спасся. Она была надежно спрятана, а эти быки даже толком и обыскивать не умеют. Флешка пленного. Спасибо, а где ты ее прятал? Мало ли, может пригодиться, когда... Не ниже пояса, не б... Ха-ха-ха-ха-ха. Ну. Все мы все понимаем. Я давно на торговце работаю. Прятать инфу учен. Кстати, я быкам наплел про сахарон с артефактами. Так, они одного туда отправили. Сахарон там действительно имеется, только артефакт там всего лишь один. Если хочешь, дам тебе координаты. А, давай. Только не забудь, там зверья всякого много. И с бандюк, который туда отправился, тоже не с совочком. Так, ты будь осторожен. Спасибо, мужик. И тебе спасибо. Да не за что, удачи. О. А, а. Мне нужна работа. Есть что на примете. Нет, сейчас спросим, что он может рассказать интересного. Нового. Нахрена нам новое, когда старого говно черпай, не вычерпаешь. Бандюки в конец сволочи оборзели. Как за артефактами между аномалиями шустрить, так это мы... А как чужой хабар отбирать? Ух, гады. Блин, я читаю и не совсем вникая в диалог, поэтому получается не очень понятно. На сволку гляди, не забредай. Самое ихнее... Ихнее. Ихнее. Почему это в игре? Самое ихнее место. Мне нужна работа. Есть что на примете. Найти усовершенствованный костюм. Ну, окей. Пока сел в плену, слышу, что бандиты говорили об их тайнике, где они хабар складывают. Слышу, что они куртку там клевую спрятали. И что на следующий день их тайник для себя какой-то монстр облюбовал. Да так облюбовал, что они теперь хотят туда бояться. Принеси мне костюмчик, будь другом, а я уж с тобой рассчитаюсь. Я берусь. Ну, на этом... На этом можем отправиться дальше. Так. А тут, кстати, сменяются время суток. Пустая банка. Где там? А, вот. Здесь ничего нету. Да, блин. Так непривычно, что тут два режима присаживания. То есть нужно две кнопки зажимать, чтобы он присел максимально. А, типа у меня много пистолетов. А, ну, блин, у них еще состояние есть. Ну, в принципе, логично. О, водка. И покупать не придется. Ну, я так понимаю, можно сейчас просто залутать всех челиксов, которые валяются. А эти чуваки здесь просто такие, ну, ок, мы посидим. Понятно. А это, типа, большая аптечка. И она, скорее всего, восстанавливает с фулл хп. Ну, или там какую-то солидную его часть. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перегрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал, подумал. И вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки. Хорош уже, котик. А чё, о продолжении истории. Ладно. Я так понял, нужно вернуться к тому челиксу, блин, как его зовут-то? Не меч, меченый это я. Ну, в смысле, персонаж, которым я играю. А тот... Собаки. Ну, как я понимаю, это самые базовые мобы и особо они не угрожают. А эти какие-то мутирующие или это просто собаки? О! О, это кто? Это чё такое? А, это... Какой-то... Кабан, что ли? Да, вроде бы это кабан. Ну, типа вепрь. Ладно, почему он меня боится, или он просто туда бежит? В любом случае, наверное, с ним не стоит связываться, тратить патроны. Потому что, насколько я знаю, здесь есть ещё какие-то жёсткие монстры. Это я знаю уже по книгам. Блин, забыл, как называется. Как это кровососы или как-то так. Потом какой-то контролёр. Контролёр вроде как что-то делает с психикой. А кровосос это какой-то чел. У него тут какие-то такие щупальца на лице. Такие вот, как у осьминога или типа того. И он ещё невидимым может становиться. Вроде как. Да, без проблем. Что может интересно рассказать? Снова... А, ну, я так понял, это стандартная телега. О! У меня появились деньги. Прикольно. А, ну да, вот. Тут же сумерки начинаются. А, нет, это не сюда. Там какая-то штука такая более широкая была. Блин, а где я? А, ну да, где-то... Вот она, точно. Есть что-то стоящее? Ситуация прояснилась. Флешка-то с информацией где? Вот она. О, полторы тысячи. Мне нужна работа. Есть что на примете? Ого. Притащить хвост псевдо-собаки. Убить торгового представителя. Зачистить местность от мутантов. На керте по кертузу. Ну, начнём с собак. Зима скоро. Что зимой там за... На большой земле? Бабы носить любят. Правильно. Меха носить они любят. Вот и пошла мода новая. Из хвостов псевдо-собак, аксессуары всякие делать. С шерстем какая-то особенная. Короче, есть заказ на такой хвост. Возьмёшься? Хм, да. Я берусь. Ну, что ж. Так, этого чела зовут... Блин, а как его зовут? А, Сидорович. А купить у него можно... Снижающее воздействие... А, это антирадин. Ну, или как... Что-то такое. Так, ну... Я куплю себе один... А почему там показывалось, что восемь? А, это восемь... Всё, понял. Так, ну... Бинты, наверное, мне тоже пригодятся. Так, колбаса, хлеб. Ладно, это у меня пока что всё есть. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. А, вот... Вот притащить хвост псевдо-собаки. Такс, это вот туда нужно. Ну, тут даже недалеко. А, нет. А, ну да, вот. Стрелочка. А, или типа я уже завалил одну собаку, у меня есть хвост. Так. Ну-ка. Есть что-то стоящее? А, значит, нет. Ну, проветришься, заходи. Так, я так понял, что... А, получить спецзадание. Блин, я просто ещё немножко туплю и немножко не разобрался с интерфейсом. Так. Меченый. Я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счёту, нужно искать своего стрелка. Так ведь? Допустим. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашёл. А места там не тронутые. Прям клондайк артефактов. М-м-м, да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придётся отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я узн... Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Продолжай. Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьёзные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Кажется, понял. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре 100 рентген. Координаты я тебе скину. Всё ясно? Понял. Пойдёшь на север через свалку, потом повернёшь на запад, и через пару километров выйдешь к Агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи. Класс. Ладно, сначала разберёмся с хвостами собак. Ну, пролетришься, заходи. О, дождь пошёл. Блин, я по привычке нажимаю... А, так, это фонарик. Принести заказчику. Я до сих пор не понимаю. Вот, а, это я, типа. Всё. Это я уже понял. Окей. Найти усовершенствованный костюм. Ладно, с этим пока повременим. А, то есть мне самому, типа, нужно находить... Я понял, есть задания, у которых есть цели, которые обозначены на карте. Понятно. А есть просто рандомные. То есть, вот, например, приточить хвост собаки, мне нужно... Ну, получается, просто где-то вот его искать. Хорошо. Ну, ладно, пойдём тогда искать собак. На, перепрыгнуть не получится. А вот это с зелёным, что... Это... А, это чел, который ко мне хорошо относится. Которого я... Который мне помог. Всё, понял. Который. 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 Да ничего. Былась за человеком мечта. Полетел. Который. Блин, это не смешно. это у нас что дороги бархатом stalker так что можешь рассказать интересного больше ничего не зная по поводу задания задание ты хочешь поговорить найти совершенство костюмы что там задание а все теперь до меня дошло это типа часть окей так все наконец-то разобраться с интерфейсом блин дождь ищет и не ухода а нам получается нужно а как понять где запад а где север но я теоретически могу идти по дороге но блин что-то мне непонятно так а это чё за чуваки а это враги и ладно оу-оу-оу-оу-оу чуваки а тут просто вообще я просто мимо крокодил так это вепри он им понадобится нам нужны собаки так опять вепри он типа за собакой бегает или просто так это псевдо собака или это просто собака ой 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 блин я попал в аномалию так блин а чё делать где мне взять всю эту собаку где мне взять ее хвост боже мой я как будто бы никогда не играл в компьютерные игры остановка ну в принципе почему бы и нет так ладно а вот он я я куда-то не туда пошел а мне нужно вот туда так все я понял а белые точки это типа нейтральные чуваки а ну да это вот мы же здесь были зачистили каких-то плохих парней и спасли того щелекса так аркаша валец группа бандит отношение враг так я понял нам нужно идти туда там есть вот этот какой-то костюм это у нас почему не написано кто это ладно это какая-то свинья вепрь короче гигантский злобный свинь я понял вижу о а вот это псевдо собака точно блин чё он такая жесткая блин офигеть я просто две обоймы в нее выпустил ну наверх да точно там была просто собака это псевдо собака так и где-то здесь должно быть тот называемый так называемый сахарон это вот вроде бы он был а ну да все дальше туда не пойти неплохо было бы прикупить автомат конечно так стоп а где где пистолет а болты я насколько знаю нужно кидать в аномалий ну то есть если она где-то рядом чтобы ну точно понимать где она для этого используется болт так ну-ка сейчас попробуем и типа с помощью болтов можно как-то распознавать что аааа все понял прикольно но нож в данном случае все-таки получше чем пистолет ну да в принципе против таких вот ну это даже не монстры это просто какие-то звери злобные можно использовать нож а так этих челов я уже залутал а как понять какой пистолет используется потому что здесь же есть которые есть которые в хорошем состоянии есть которые в не очень состоянии ну да ладно полин да блин я забываю все время про вот это про вот эти штуки а че у вас тут так многое о-о-о битвы нпс прикольно ок чел не убивайся нет я попаду в задание так а задание выполнено вот и гонорарчик кольчужная куртка каменный цветок я так понимаю это какой-то артефакт или как это называется а почему а это у меня типа 740 рублей ну а ну все а ну да и хвост псевдо собаки отдать этому челу хам блин я хотел слышать его реплику хвост псевдо собаки получим получено 1500 о патронный дротик прикольно ну больше у тебя нечего купить оперевная пуля стабилизируется в полете что положительно сказывается на точность для дробяков ТОС-34 ВМ-17 Чейзер-13 Спас-14 влечит дальнобойность и бронебойность эффективно на дальности до 150 метров обычный патрон 12 калибра о так радиация плюс 5 поле стойкость плюс 3% развивается в аномалии трамплин такой артефакт можно найти в немногих участках зоны вкрапления металлических соединений дают красивую игру света рассматривание этого артефакта в свете костра ночью замечательно успокаивает а я так понимаю что достаточно того что он у меня в инвентаре и он дает все вот эти эффекты ты не врубаешься мне нужен реальный товар не волнуйся ты схожу я за товаром так мне нужен ответ на какие вопросы спрашивай только я всего не знаю сам понимаешь сижу тут целыми днями жизненно вся там снаружи в зоне могу рассказать о зоне вообще а немного могу и о ближайших окрестностях где сам ходил расскажи мне в общих чертах о зоне спрашивай не знаешь что со мной случилось ну брат спросил темное это дело понимаешь нашли тебя в грузовике смерти есть такие труповозки что ли время от времени из центра зоны появляются телами нагружены куда едут никто толком не знает так один грузовик разбился а тебя рядом нашли и вот это дело самый разудивительный факт разбитые труповозки находили и раньше а вот живых рядом ни разу извини больше ничем помочь не могу разбираться тебе придется самому я бы хотел еще кое-что узнать что тут поблизости творится а ну это предбанник зоны армейский кордон относительно спокойно разве военные иногда развлекаются почему он наводит опытные сталкеры тут в редкость только новички засиживаются а кого и навечно а а кто и навечно остается да вот рядом совсем на хуторе лагерь новичков приютился смотри нажимать на курок они тоже умеют так ты не задирайся попросту что еще ну хорошего хабара здесь не сыщешь за дорогой заброшенная фабрика какая-то на севере за железнодорожную на цепью остатки фермы а на юге блокпост кстати кто кое-где вояки мины расставили так что поосторожнее еще в центре мост был да повалило его вот вроде и все так ладно мне нужна работа вот зачистить местность от мутантов дело не очень тяжелое тут тут ко мне а зачем два раза слово тут тут ко мне туристы иностранного привезти хотят он деньжат моим корешам подкинул чтобы на зону посмотреть ну и там где водить его будут надо почистить район мутантов возьмешься я берусь надо бы сделать маленькую паузу на этом мы заканчиваем серию до встречи в следующих летсплеях спасибо за просмотр друзья пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал если еще не подписаны всем спасибо за просмотр друзья всем пока до новых серий субтитры субтитры